В автобусе полном собак. Это что-то типа собачьего Оскара. Смотрите, он позирует! Только я обрадовалась, и нас выгнали из Макдональдса. 130 конкурентов. Ой, я сейчас про слезу, у меня слезы на глазах. Это настолько вообще нервительно, ребят. Привет, я Энни Мэджик, и вы на канале Мэджик Фэмили. Это Мэджик Миссия. И сегодня мы всей большой суперкомандой отправляемся в Бирмингем, в Англию, на старейшую выставку Крафтс. Повезем мы туда вот эту вот замечательную собаку. Зовут его гусар, порода русская псовая борзая. Это Наташа, она хендлер. Привет, Мэджик Миссия, вперед! Она будет выставлять нашего гусара на выставке. Марина Островская, я думаю, это имя представлять в мире собаководов не нужно просто этого человека, но все-таки Марина, хозяйка, заводчик. Привет! Марина, так все строго и серьезно. Сережа, это представитель Российской кинологической федерации РКФ. Всем привет! Я уверена, сейчас все поймут, кто смотрит мой канал. Мое восхищение, мое состояние, потому что на вот этой вот машине логотип Мэджик Фэмили наш с вами логотип. Мы едем вот на такой вот большой машине. Тойота Лэнд Крузер 200. Платинум. Корм, который кушают мои собаки. Шейл, это наши ребята, спонсоры, которые предоставляют бензин. Не только бензин, мы сейчас находимся на их заправке. Мы здесь и заправляемся, еще и можем покушать. Запасы формы, огромная клетка на выставку, которая используется у нас. Все вещи гусара. Ну реально багажник огромный. Мы сейчас запустим туда гусар, он будет ехать там. Но по сути это не багажник, а сидение. Здесь семиместная машина. Мы убрали, получается, сидение вот эти. Ну короче, тут достаточно высоты, чтобы ему и встать, и лежать. У нас постоянно с собой вот эти аккумуляторы, которые, к сожалению, заряжаются только от розетки. И тут, оказывается, есть розетка. Прям прикол. Реально розетка в багажнике, чтобы заряжать что-то. Как я правильно понимаю, его невозможно довезти туда на самолете. Его не просто невозможно, его нельзя по правилам отвезти на самолете. Только грузовой перевозкой, как возят кафе какие-нибудь, контейнеры, что-то такое. Поэтому наша миссия в том, чтобы довезти его именно на машине через всю Европу до Англии. Мэджик-миссия! Ура! Ай, молодец. Смотрите, волшебство, кнопочка. Нажимаешь, и она вот так вот опускается. Ну что ж, для тебя наше путешествие только начинается, а для нас не совсем. Ведь выехали мы далеко не в солнечный денек и не оттуда, где мы сняли эти кадры. И ты бы это знал, потому что следил за нашей Мэджик-миссией и узнавал все самым первым в инстаграмах, если бы был на них подписан. Ну а сегодня я уже все расскажу. Три с половиной тысячи километров мы преодолеем всей нашей командой вместе с гусаром. Примерно три дня и с двумя ночевками, да? А выехали мы очень рано утром из Москвы. Было еще совсем темно и шел снег. На заправке Шелл нас все вкусно покормили и заправили наш белоснежный Мэджик-мобиль. Мы проехали сначала из Москвы до Смоленска. Мы сейчас попробуем беспроводную зарядку в Land Cruiser 200. Чего, заряжается? Серьезно, пошла зарядка. Потом была Белоруссия, Минск, привет. А затем Литва, город Друзкиненкай. Надеюсь, правильно выговорила. Мы, как заботливые хозяева, плюс еще и ответственные исполнители Мэджик-миссии, должны заботиться о гусаре, выпускать его, гулять. Ай, красавица. Водитель Land Cruiser 200. Смотрите, какой у нас шикарный просто тут салон. Мне очень нравится вот эта вот штучка здесь. Она такая прикольная, очень удобная. Вот это пространство, оно еще и холодит, как холодильник работает. То есть пуллбокс, охлаждение, нажимаешь сюда, кладешь, вот у нас там мандаринчики лежат. Варшава, столица Польши. Наше путешествие было слишком долгим, чтобы показать его полностью. Ура! Раз уж нашей Мэджик-миссии предстоит долгий путь, давайте, ребята, познакомимся поближе с нашими героями. В Мэджик-миссии я исполняю роль хендлера и грумера гусара. А мы с ним знакомы уже давным-давно, практически с его рождения, я думаю, с его рождения. И у нас такие партнерские отношения на выставке, мы должны быть круче всех, лучше всех. Собак выставляю я очень давно, наверное, со своих 12 лет. Для меня это хобби, сцена, театр, спектакль, шоу. А в прошлом году я получила звание топ-хендлер России 2017 года. Потом была Германия, где мы, кстати, побывали на заводе Платинум. И нас там очень круто встретили с транспарантом для гусара и подарили классные подарки. Марина Островская очень важный человек. Питомник Соловьев, который принадлежит Марине Островской, является старейшим и самым известным питомником русских псовых борзых в мире. Марина, а когда началась история вашего питомника? Ну, вообще, больше, наверное, где-то около 35 лет мы уже держим борзых. До этого у нас были другие события. Ну, относительно гусара, я его заводчик, то есть он родился у нас дома. И его мама родилась у нас дома, и папа, и даже дедушка. Марина Григорьевна Островская известная в России скульптор-анималист. Известнейший заводчик собак породы русская псовая борзая. Марина, эксперт по всем породам и может судить всех собак на всех выставках во всем мире. Это же неимоверно круто! Потом мы проезжали Бельгию. Это что ты делаешь? Я задний климат, трехзонный климат-контроль. И сзади в них своя температура может работать. Трехзонный климат-контроль. Чтобы гусару не было жарко, мы делаем там вот попрохладнее. Нидерланды, страну тюльпанов, ветряных мельниц и велосипедов. Почему гусар? У всех у вас может возникнуть вопрос, почему именно он, а не какая-нибудь другая собака. Начиная с его юности, он же что-то и на бегах выигрывал, засветился там. Да, да, он выигрывал, да, был один раз первым, один раз второй на международных. Еще он был юным чемпионом мира в Милане. Чемпионом Европы же. Чемпионом Европы. На чемпионате мира 2017 года он стал лучшим в группе борзых. 24 ноября было проведено шоу, Best of the Best, прошу прощения. Где было 8 судей, и они путем голосования, не видя свои ответы, выбирали лучшую собаку, которая будет представлять Российскую технологическую федерацию на эконом-говор-челлендж. И по сути гусар был выбран лучшей собакой России 2018 года среди всех собак, всех пород. Правда, Марина? Правда. Очень символично, что русская борза, голова русской борзой изображена на логотипе РКФ. Российский бренд такой же по значимости, как там, скажем, русский балет, черная икра, Кремль. Русская борза, вот реальность, символизирует Россию прям. И, наконец, Франция, из которой мы переправились прямо под водой, под проливом ла-маншной электрички для автомобилей в Великобританию. Ура! Вот. Ай, молодец. Молодец. Да, правда, рысо идет. Здесь я пытаюсь рассказать, что парковок и автомобилей так много, что они находятся далеко от самого здания, где проходит выставка настолько, что ходят специальные автобусы для участников и гостей выставки. Но очень сильный ветер. Ребята, я думаю, что никто из вас никогда в жизни не оказывался в автобусе полном собак людей и собак. Ну, вроде гусар держится у нас, все хорошо. Мы добрались! Мы сделали это! Ура! Мы успели. Первый день выставки Крафтс. 7 марта. Старейшая английская выставка, проходящая в Бирмингеме, выставка собак. И вот мне выдали уже браслетик. Я сейчас захожу. Погнали! Мэджик-миссия! Ой. Смотрите, здесь розовый ковер. Вы поняли намек? Это нас так встречает. Мэджик-фэмили. Наш цвет. Сейчас мы находимся на Экануба World Dog Challenge. Это что-то типа собачьего Оскара, когда от каждой страны приезжает номинант и представляет свою страну. Самые лучшие из лучших. Самые лучшие из лучших в каждой своей стране. Удачи! Удачи! Давайте. Все, пока. Наташа с Гусарова отправились уже туда. И нам остается только болеть за них. Вот это вот ощущение ожидания, что будет, что не будет. Вот что это за эмоция такая? Ну, это, конечно, очень приятно, когда твоя собака, тем более, как сейчас Гусар приехал представлять страну. Его бабушка выиграла Крафт в каком году? В 2004. В 2004 бабушка Гусара выиграла. Как ее звали? Атаманка. А если не выигрывает? Ну, всегда, конечно, обидно, но это же, в принципе, жизнь. Это лотерея. Любой, как... Ну, в принципе, даже спорт это в какой-то степени лотерея. Сending their love and kisses from Russia. He's the boyzoy with Vladimir Gulliver, president of the Russian Kineological Federation carrying the flag. Ура! Вот сейчас раннее утро, и мы на нашей машинке Magic Family едем снова на Крафт. Утренняя прогулка завершена, и Гусар уже профессионально просто сам знает, куда идти, и сам залазит. Его даже приглашать не нужно. Доброе утро! Ты проснулся? Так, кнопочка. Все, Гусар. В общем, мы загрузились. У нас здесь внутри очень просторный салончик. Здесь сиденье на трех человек, но на самом деле, один может полностью развлечься и спать, по-моему. До того, как мы отправимся сегодня на Крафт, у нас есть время погулять. И мы поехали в центр Бирмингама. Известные английские телефонные будки красные. Мы уже сделали несколько выводов. Здесь очень много мусора, здесь очень много строек, и здесь очень много бомжей. Вот. Если уж не быть пессимистом, английская архитектура радует глаз. Вот, например, какое красивое здание. Посмотрите, ребята, сопровождение, а еще и туристы. И все фотографируют Гусара в Бирмингеме, когда он позирует. Смотрите, он позирует! Мы с Гусаром гуляем по Англии. Гусар в английском Макдональдсе. Замерзли, зашли сюда погреться. И тут нет знака, что нельзя собаками. То есть можно зайти вот так вот с собакой, пока ты делаешь заказ. Только я обрадовалась, и нас выгнали из Макдональдса. Ура! Гусар, скажи, что... Все, Гусар сказал, как ты себя сейчас чувствуешь перед выходом туда. Когда я выхожу туда, я представляю прежде всего собаку. И я должна быть супер достойной. И выходя в ринг, я уже должна своим видом, настроем собаки, объяснить, что мы победители. Мы пришли не так постоять, а прыть первыми. И никак иначе, без вариантов. Мне кажется, что очень важен наш командный дух, наша мэджик-миссия. Мы ее исполняем как можем. И очень важно, что вы за нас болеете, что вы пишете везде, что вы поддерживаете нас. Спасибо, ребята! Тут вот женщина из Англии, видимо, Хендлер, помогает девочке, молоденькой Хендлеру, тренировать борзую. То есть они учатся ходить. Это так прикольно, что молодое поколение здесь, в Европе, очень увлекается собаками вот этой вот всей выставочной историей. Посмотрите, ребят, это наши конкуренты. Наш конкурент из Германии. И еще один, и еще два, и еще, еще трое тут лежат, отдыхают. И еще один, и еще, и еще, смотрите. И еще, и еще двое. И еще очень много. Всех не сосчитаешь, ребят. У Гусара 130 конкурентов. 130 борзых. И, конечно же, оказавшись на крафте в Англии, не могла я не попытаться на такой гигантской выставке найти наш платинум. Здесь очень много ребят работает. Это не русский платинум, как вы поняли. Это немцы, которые приехали сюда на выставку продемонстрировать свой корм. Ура! Короче, ребята, начинается гусар уже в ринге. Ой, я сейчас прослезу. У меня слезы на глазах навернутся. Это настолько вообще нервительно, ребят. Просто капец. Смотрите, ребят, мы показывали вам девочку из Англии, которая выставляет собаку. Я думала, что она только учится хендлингу, но, оказывается, она выступает со своей собакой сегодня. Причем среди наших конкурентов. Судья подходит. Сейчас она будет смотреть гусара. Субтитры подогнал «Симон» Эмоции, эмоции, еще раз эмоции. Но это крафт, он непредсказуем, как говорят сами англичане. Мэджики не сдаются. Ура! Я сейчас сижу рядом с Владимиром Семеновичем, президентом Российской кинологической федерации. Здравствуйте. Добрый день. Какое у вас впечатление? Размах, конечно, у них громадный. Невероятно громадный торговый центр. Продают все. Машины, прицепы, мебель. Они используют здесь любую, вот любую, вот любую бумажку. Ну, как у меня сейчас, да? У нас 26-го будет там Мазовер. И мне говорят, надо сказать об этом. Смотрите, это будет анонс. А они используют все. Везде идет такой пиар, реклама всего и продажа. В России мы делаем выставку. Ее посещают в основном ведь только те, кто имеет собак, как-то находятся вместе с собаками, а у них нет. У них вчера на трибунах было громадное количество людей. Громадное, понимаете, просто. И почти все они не были собачниками. То есть насколько масштабно это, да? Шоу. У нас еще в мыслях людей прийти к собакам и покупать мебель. Ну, до этого мы не дошли. Конечно, все это хорошо. Но задача, мне кажется, все-таки у нас другая. Мы должны все-таки много времени уделить научно-образовательному процессу. Новое поколение растет малочислено. Это нужно привлекать, затягивать. Именно затягивать. Заманивать. Заманивать. Ну, что сейчас? Ну, все сидят вот в этих телефончиках. Ну, надо идти не только по патекоммерциям, потому что коммерция нас заведет туда, куда, в общем-то, куда она обычно заходит. Все, всего доброго. Наша мэджик-миссия подходит к концу. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, обязательно голосуйте в вопросе. Увидимся скоро в новых роликах. Ссылки на них будут вот там внизу. Раз, два, три. Ура!